Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Коротко о главном. Настоящий кранопад. В Барнауле снова упал строительный кран. Третий за месяц. Неужели новая эпидемия? Насколько опасна оспа обезьян? Как она передается? И грозит ли жителям Алтайского края? Прожарка напоследок. Синоптики обещают к концу августа 30-ти градусную жару. В Барнауле на мужчину упал кран. ЧП произошло на проспекте Красноармейском, 61, где сейчас идут строительные работы. Очевидцы сообщают, что пострадавший отделался переломом ноги. Скорую вызвали. Смотрю, нога у него была забинтованная. Вроде поставили. Ну, то, что живой, точно. Слава богу, все пошлось. Реально никого не убило. По словам очевидцев, причиной падения техники мог стать просевший грунт. Кстати, за месяц в Барнауле это уже третье падение крана. Так, недавно кран упал в Октябрьском районе. После ураганного ветра чудом никто не пострадал. Еще одно кранопадение произошло на Пролетарской, 22. Там строительный кран упал на территорию частного сектора. К счастью, обошлось без жертв. Надеюсь, что... Напомню, что в Алтайском крае продолжаются поиски еще двух пропавших. Это молодой человек и девушка. Им по 19 лет. Пропали в районе горы Синюха в Куринском районе. Последний раз на связь ребята выходили 17 августа. На данный момент никакой новой информации по пропавшим нет. Тест системы на готове. Эксперты рассказали, как будут выявлять оспу обезьян в Алтайском крае, если инфекция дойдет до нашего региона. Напомним, в середине августа глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян. Насколько болезнь серьезная и какие у нее пути распространения, об этом расскажем в нашем сюжете. Несколько лет коронавируса и вот новая инфекция – оспа обезьян. Хотя не такая уж она и новая. Впервые у человека выявили эту болезнь еще в 70-м году прошлого века в Конго. С тех пор периодические вспышки возникают в разных странах. 14 августа глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы приматов. Почему просто активнее стал, мы можем с вами сказать, начиная с 80-го года отменена вакцинация против оспы натуральной. А вирус оспы обезьян по своей антигенной структуре очень похож на вирус натуральной оспы. И поэтому, когда отменили вакцинацию в мире от натуральной оспы, поэтому и начали регистрировать случаи уже оспы обезьян непосредственно. То есть до этого та прививка, она в принципе помогла? На 85% прививка против натуральной оспы, она эффективна и против оспы обезьян. Сегодня болезнь распространена в основном в африканских странах. Оспы обезьян протекают в острой форме, с лихорадкой, увеличенными лимфоузлами, пораженными слизистыми и характерными папулами. Бывают и летальные случаи, но эксперты считают, что даже такое редкое заболевание не повторит ситуацию с коронавирусом. Если мы будем сравнивать с ковидом, с гриппом, она гораздо менее опасная, то есть не настолько она контагиозно передается. И если мы говорим о путях передачи, в частности, чаще всего это контактный путь передачи. Непосредственно если общение с тем же грызуном, либо с обезьяной идет тесный контакт через кожу, через слизистые. И все же в регионе к вспышке оспы относятся серьезно. В Алтайском крае заблаговеременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления данной инфекции. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе среди пребывающих. Кроме того, в Алтайском крае при необходимости готовы выявлять оспу обезьян с помощью тест-систем, которые были разработаны Роспотребнадзором. Вероятность того, что эти тесты пригодятся, мала, но она есть. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. От 30 до 50 обследований в день теперь смогут проводить рентгенологи детской больницы номер 7. Здесь появился отечественный цифровой рентгенаппарат. Пока он на стадии апробации, но врачи уже говорят, что комплекс гораздо более безопасный, дозы облучения в разы меньше. Под новый аппарат был капитально отремонтирован и рентген-кабинет. Как долго ждали оборудование, в какую сумму обошелся комплекс, не только об этом в нашем сюжете. Это снимок приданочных пазух носа. 11-летний пациент поступил с жалобами на заложенность носа. Буквально за 5 минут обследования на новом рентгенкомплексе стало понятно, что патологии у ребенка нет. Качество изображения стало гораздо четче. Один из основных плюсов оборудования, которое установили неделю назад, время обследования детей сократилось почти в два раза. Да и в целом преимуществ достаточно. Изображения широкоформатные и у детей именно, и с низкой дозовой нагрузкой. Мы можем изменять режимы, соответствующие данному возрасту пациента, уменьшая дозовую нагрузку. На данном аппарате можно делать стандартные рентгенологические процедуры, такие как рентгенография, конечности периферического скелета, позвоночника, патологии органов, органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта. Патологии почек с применением контрастных методик. Рентгенкомплекс здесь ждали. Предыдущий, 2011 года, уже был сильно изношен. Руководство сделало заявку в региональный Минздрав. Средства выделили из краевого бюджета. Данное оборудование нам обошлось вместе с ремонтом и подготовкой помещения. Под установку этого оборудования более 25 миллионов рублей. В течение года после заявки мы отыграли аукцион и, соответственно, получили данное оборудование. По словам главного врача, все отделочные материалы в помещении тоже подобраны таким образом, чтобы снижать лучевую нагрузку при обследованиях. Ну а комплекс позволяет не только получать цифровые диагностические изображения, но и обрабатывать их и сохранять, а также передавать полученную информацию. Обследовать на аппарате будут детей с рождения до 18 лет. Ну а руководство, между тем, уже подготовило и отправило в Минздрав еще ряд заявок на обновление оборудования. Правда, то, какую технику мечтают заменить, пока оставили в секрете. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Новый мост Барнаула ждет масштабное обследование. Новым сооружение называют в народе, а вообще мосту уже 27 лет. Известно, что подрядчик должен провести диагностику сооружения, а также проанализировать документацию по ранее проведенным исследованиям. Предстоит узнать, насколько мост вынослив, оценить прочность бетона, состояние лакокрасочного покрытия, гидроизоляции. К тому же, необходимо будет обследовать опоры объекта для выявления всевозможных дефектов. На все про все дается 90 дней. Что касается финансовой составляющей, то на диагностику сооружения Алтай-Автодор готов потратить 8 миллионов рублей. Жильцы одной из барнаульских многоэтажек опасаются, что придомовая территория, а после и вовсе дом, уйдут под землю. Здание находится в низине, в которую стекают все лужи окрестности. Асфальт разрушается и в любой момент может просто обвалиться, говорят люди и просят представителей власти принять необходимые меры. Тему продолжит Мария Костылева. Все лужи с нашего двора текут в одно место. И все уходит вот сюда. В этом дворе дождю не рады каждый раз, как никогда. Наблюдая такую картину под окнами собственного дома, люди боятся, что асфальт под ногами может не выдержать. И случится трагедия. Оно больше и больше размывается. Тут дети гуляют, автомобили ставятся. И может уйти все под землю. Вот дяденька насчитала, 6 ям уже. Это же все со временем разрушается. Проходит ливень, да даже не ливень, дождь проходит. Происходит сток воды, и все это моментально размывается и уходит под землю. По словам жильцов, управляющая компания, которая обслуживает дом, проблему недооценивает. Да и в принципе, говорят люди, они на протяжении нескольких лет за территорией ухаживают сами. Потому что обслуживающую организацию не допросишься. Два года назад сосед просто за свой счет вызвал бетономешалку. Она приехала, вылила, мы просто разровняли и все огородили. Вот сейчас просто были виды сильные дожди и начало размывать сильно. И то есть ямы, дыры, все стало более больше. Однако перед приездом нашей съемочной группы УК решила ямы все же заполнить. Местный дворник отложил дела и принялся за работу. Вот, вместо того, чтобы мне уборкой территории заниматься, я вот засыпаю ямы, и здесь не одна. И далеко не две, и не три. При этом дом совсем не старый, 2005 года постройки. Невооруженным взглядом видно, что из-за просевшего грунта контейнерная площадка разваливается пополам. И очевидно, что строительная пена, которой залатали проблему, принципиально ситуацию не решает. Уставшие от дворовых бед люди обратились в администрацию Ленинского района. В свою очередь, в ответе на запрос, власти сослались на управляющую компанию, которой поручили в срок до 20 августа привести в порядок контейнерную площадку. Однако, по словам людей, этого так и не случилось. Александр Бердников живет в этом доме почти 15 лет. Говорит, раньше таких проблем не было. Сначала было ровно, все аккуратно сделано. Просто, видно, толком не просыпаны были, не продавлены погреба. И они просто начали потихоньку-потихоньку рушиться. И уже вот, ну я не знаю сколько тут, уже несколько машин, наверное, засыпали. Вразрез с мнением жильцов на ситуацию смотрит директор управляющей компании. Он пояснил, контейнерную площадку подремонтировали, ямы как могут засыпают. На большее не хватает средств и инициативности самих людей, живущих в этом доме. Конечно, по технологии надо все поднимать, все это утрамбовывать. Но для такого маленького дома, это двухподъездная пятиэтажечка, 54 квартиры, это в принципе невозможно сделать, потому что это миллионы стоят. Данный дом, у него меньше начисления 50 тысяч рублей всего. 50 тысяч. Задолженность за этим домом 900 тысяч. Можно было бы привлечь, чтобы дом участвовал в комфортной среде, но на данном доме отсутствует и совет дома. В свою очередь, жильцы намерены в очередной раз писать обращение во все инстанции. Они считают, нарушения, скорее всего, были допущены еще на этапе возведения жилой постройки. И сегодня ситуация уже близка к критической. Может обвалиться вся преддомовая территория, а то и вовсе подмоют грунт под домом. Тем более, что вблизи хотят возводить новостройку. Впереди осень, пора дождей и самое время просят люди уже принять, наконец, меры по спасению. Единственного жилья для 50 с лишним семей. Мария Костыль, Владислав Ковалев. День с толком. Межрегиональный канал поставок наркотиков в Алтайский край пресекли сотрудники регионального управления УФСБ. Накануне они получили оперативную информацию о прибытии в край житель Новосибирска, который планировал сбыть партию наркотиков на территории нашего региона. Однако его задержали на Чуйском тракте. В ходе досмотра его личного автомобиля в багажнике обнаружены 14 свертков, в которых находился гашиш, общая масса более 1800 грамм, что составляет особо крупный размер. В ходе следственных действий в квартире обвиняемого в городе Новосибирске Новосибирской области обнаружены наркотические средства весом более 788 грамм. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Мужчина заключен под стражу. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Барнауле. Он расположен по соседству со стадионом «Лабиринт» и скалодромом на улице Юрина. Чем удобна новая спортплощадка и как на ней проходят первые тренировки, узнавала Мария Костылева. Эту спортивную площадку ждали почти три года. И вот более двух тысяч квадратных метров в распоряжении спортсменов. Первое время пока нет ограждений. Один большой общий зал будут делить волейболисты и фехтовальщики. У тренеров уже появились предложения, как выстроить процесс занятий, чтобы не помешать друг другу. Только от краевой спортшколы Олимпийского резерва здесь будет заниматься более 70 спортсменов с клинками. Я думаю, что мы как-то постараемся сделать расписание так, чтобы когда у нас заканчивалась тренировка, у них начиналась. И когда у них начиналась, у нас заканчивалась. То есть как-то синхронизировать. Нам это покрытие подходит комфортно. То есть ноги здесь не скользят. Может быть, впоследствии какие-то минусы найдутся уже в процессе эксплуатации. Но видите, мы же постелили как раз свой инвентарь. Волейболистам покрытие тоже понравилось. Теперь будет где расправить плечи. Планы у спортсменов весьма амбициозные. Мои взрослые ребята и девушки будут заниматься в большом зале. Мы сейчас занимаемся в зале 24 на 18. Что нам не дает возможность делать такие упражнения, которые нужны площади. А во-вторых, мы, конечно, надеемся на то, что мы будем проводить здесь большее число краевых и брать на себя всероссийские соревнования. Кроме волейболистов и фехтовальщиков, на новой площадке будет тренироваться группа по художественной гимнастике. Ребята уже начали потихоньку осваиваться. В ходе соревновательно-тренировочного процесса станет ясно, всем ли критериям спортсменов отвечает объект. Мы, конечно же, будем смотреть. Сама практика эксплуатации этого спортивного зала нам позволит выявить те места, те проблемы, которые, наверное, будут возникать, а мы их будем решать. Новый спорт-объект пока еще безымянный. Но желающие могут принять участие в голосовании за название комплекса на сайте Краевой спортшколы Олимпийского резерва до 1 сентября. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. Последняя неделя лета в Алтайском крае будет теплее обычного. Синоптики обещают, что в конце августа средняя температура воздуха заставит плюс 16, плюс 20 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы. Заметно потеплеет уже в пятницу. Для тех, кто успел соскучиться по жаре, в отдельные дни температура составит 32 градуса тепла. Также ожидаются дожди, местами грозы. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните нам по телефону редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Мира и добра. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok